А этот визит белорусского лидера и последующий диалог уже назвали максимально плодотворным. На этой неделе наш президент побывал в Азербайджане. Надо сказать, давно мы так далеко никуда не летали, все контакты в основном ушли в онлайн, потому очная встреча за 3000 километров в нынешних реалиях воспринимается чуть ли не как настоящее событие. В Азербайджане до начала лета действует особый карантинный режим. Конечно, не сравнить, как было раньше, на улицу по СМС разрешение уже не выходит, но дистанционное образование, запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим даже на улице в силе. Кстати, Александр Лукашенко стал первым из зарубежных лидеров, кого вообще за год встречали в Азербайджане. Учитывая ограничения, наш министерский пул, который тоже прилетел на берег Каспии, выглядел солидно. Были представлены все сферы взаимодействия, от продовольствия до военпрома. В Баку заключали контракты, обсуждали новые проекты, а еще там прозвучали важные политические заявления. Во время президентского визита в столице Азербайджана работала и наш обозреватель Илона Красудская. Илона, добрый вечер. Ну, какие впечатления от командировки? Здравствуйте, коллеги. Ну, самое главное, что пандемия не отдалила народы обеих стран. Наверное, мне не стоит лишний раз рассказывать, какое оно восточное гостеприимство. Жаль, что не все сейчас могут это прочувствовать, потому что въезд в Азербайджан пока закрыт для туристов. Наш случай исключения. Мы в составе делегации летали по спецразрешению. За три дня командировки сделали пять тестов на ковид. С этим там все очень строго. Несмотря на все предпринимаемые меры, час от часу не легче. Ежедневно фиксируют более двух тысяч случаев заболеваний. В Баку уже очень тепло, а маска обязательно даже на улице. Для нас это было непросто. Когда мы работали в городе, делали съемки без нее, пару раз подходила полиция. Благо, относились с пониманием, видят, что мы не местные, но настоятельно просили надеть маску. Местных за это штрафуют на приличную сумму, так что нам повезло. Это точно. И судя по кадрам встречи на высшем уровне, пандемия и там вынесла коррективы. Ну да, я уже рассказывала, что и журналисты, и операторы, и вообще все сопровождающие лица, они делали экспресс-тесты на ковид перед тем, как попасть на переговоры с участием глав государств. Торжественной какой-то встречи, ну вот в плане там красной ковровой дорожки или рот почетного караула, всего этого не было. Но журналисты шутили, что, ну, может быть и не надо, может быть без привязки даже пандемии, обойдемся без этих формальностей, потому что президенты уже столько лет знакомы, так что сразу к делу. Очень чувствовалось, что все соскучились по очному общению. Первая неформальная встреча президентов длилась пять часов. В это время со своими коллегами общались министры. На следующий, в день основных переговоров, история повторилась. Пока ждали президентов, министерские пулы плотно контактировали. Прервать их для комментариев, чтобы узнать хоть какие-то подробности, была та еще задачка. Мы продолжим сотрудничество в разметии по линии здравоохранения, обмен опытом в плане ликвидации последствий ковид для наших граждан. Мы также активно будем развивать взаимодействие в сфере фармацевтики, поставок наших лекарств сюда, на рынок Азербайджана. Основными перспективными направлениями мы считаем углубление сотрудничества в сфере промышленности. Безусловно, высокие технологии, потому что у каждой страны есть свои конкурентные преимущества. Опыт парка высокой технологии интересен для Азербайджана. В свою очередь у нас есть другая концепция, так называемые промышленные парки, включая островки инноваций. Уровень двусторонних отношений очень красноречиво описывает сказанная нашим президентом фраза. Цитата. Помешать сотрудничеству Беларусь и Азербайджана не может ни одна пандемия. Прошлый год стал для всего мира испытанием. Да, контактов стало меньше, но мы не допустили провала в торговле. Наоборот, у нас существенный рост за счет импорта азербайджанской нефти. Мы ищем альтернативных поставщиков. Азербайджан среди ближайших партнеров, тех, кто поможет восстановить Карабахскую территорию. Действительно, Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Но это только первый шаг. Я очень рад, что вы, как истинный друг белорусского народа, понимаете, что впереди, ой, сколько еще работы, тяжелые работы, мирные работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. И вы должны знать, что в Беларуси ваши надежные друзья. Ваши возможности вы знаете. У нас блестящее отношение. И я этим всегда горжусь. Белорусский НПЗ ожидает очередную поставку азербайджанской нефти. Танкер с 90 тысячами тонн уже в пути. В этом году будет выполнен контракт на поставку миллиона тонн. Об этом рассказал наш посол в Азербайджане Андрей Равков. Для него этот визит такая дипломатическая премьера. Три месяца, как он, с миссией в Азербайджане. Как вы помните, бывший министр обороны, глава Совбеза, теперь ответственен в том числе за продвижение нашего экспорта. Но еще до того, как наш президент вылетел в Азербайджан, конечно, телеграм-канал и прочие паблики раскрутили мнимую повестку встреч. Чего только нам не приписывали. Больше домыслов было насчет Карабаха. И мы, в принципе, уже привыкли, что все время хотят выяснить, на чьей мы стороне, на стороне Азербайджана или Армении, хотя мы никогда не выбирали, с кем дружить. Наша миротворческая позиция известна. Самое главное, что война закончилась. С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет. Мою позицию знает весь мир и знает азербайджанский, армянский народ. Я всегда задавал вопрос. Скажите, в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом? Им что хорошо там? Ну так эту проблему надо как-то решать. А сегодня я действительно хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального, если не сказать, больше периода в их истории. Президент молодец. Он сказал, мы хотим перевернуть эту страницу. Вот моя позиция, мое пожелание. Дай Бог, чтобы выровнялась эта беда. Чтобы не было каких-то в душе и сердце осколков у армянского и азербайджанского народов. На неделе появились сообщения о том, что Азербайджан приглашен на межправсовет ЕС, который состоится в конце месяца в Казани. И если официальный Баку начнет процесс интеграции, то в будущем нам предстоит жить в одном евразийском доме и придется искать общий язык. Беларусь как наш друг, как проверенный партнер. Естественно, мы рассчитываем на активное участие не только в восстановлении территории, но также и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом Евразес, и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире. Конечно, я уверен, что можно сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном. По итогам визита белорусского лидера в Азербайджан был подписан ряд документов, определены новые проекты, расширится промкооперация, развитие получит сборочная площадка в Гянже. 550 трактора комплектов в ближайшее время отправятся в Азербайджан. На этом же заводе восстановят объемы производства продукции МАС и ГОМСельмаш, приличные виды на наши электробусы. Штадлер тоже знают на азербайджанском рынке. Очень полюбились там наши продукты питания, мы общались с покупателями сети магазинов в Белорусске, в Баку. Поверьте, люди в восторге. Отработают вопросы очередных поставок, сеть расширяется, деревообработка, фармацевтика, а здесь тоже наш след. Беларусь также будет экспортировать вакцину от коронавируса, которую производят у себя. Этот вопрос тоже обсуждался. Ну и глобально страны традиционно поддерживают друг друга на международной арене. Как говорится, такими партнерами не разбрасываются, ими ох, как дорожат. В плане обмена визитами лидеры счет сравняли. Александр Лукашенко пригласил Ильха Амалиева в Минск в очередной раз. И когда визит состоится, то станет шестым по счету. По традиции его же нужно будет обязательно сравнять. Главное, чтобы все выровнялось в плане эпидемиологической ситуации, и пандемия нам больше не препятствовала. Что ж, будем на это надеяться. Спасибо. Напомним, в студии главного эфира была наш обозреватель Илона Красуцкая.